большинство предпринимателей при создании своего онлайн продукта товара или же целого бизнеса не знают с какого канала продвижения им начать кто-то сразу же без раздумий бежит делать многостраничный сайт кто-то наоборот начинает со странички в соцсетях кто-то недолго раздумывает и выбирает между тем и другим а сразу делает упор и на то и на другое но что же сделать что же выбрать что же лучше и вообще всем ли нужна страничка в социальных сетях меня зовут Алена Полюхович и давайте разбираться в этом вопросе сегодня вместе начнем мы с вами с аргументов за касательно сайта во-первых это большой выбор всевозможных инструментов шаблонов для самостоятельной работы над сайтом часто начинающих предпринимателей недостаточного бюджета для того чтобы вложить все деньги в сайт для того чтобы заказать у кого-то хороший крутой мощный сайт использовать программистов дизайнеров целый штат работников а вот использовать недорогие шаблоны возможно даже бесплатный хороший cms ки или же конструкторы сайтов может каждый ну во во-вторых конечно же широкая аудитория если сравнивать с соц сетями если ваша аудитория где-то от 35 до 50 лет которая привыкла по старинке использовать google яндекс для того чтобы найти любую информацию то конечно вы сможете при помощи сайта больше привлечь аудиторию главное правильно выбрать портрет своей целевой аудитории конечно же огромное количество возможностей для аналитики как минимум google аналитика яндекс метрика этого всего достаточно для того чтобы посмотреть сколько людей посещает ваш сайт в день в какие дни сколько людей совершает конверсии какие сколько времени они тратят на той или иной страничке вашего сайта конечно же на сайте клиенту гораздо удобнее и легче рассмотреть товар и совершить заказ в соц сетях как бы грамотно вы не продумывали расположение вашего товара она конечно будет проигрывать и уступать сайту с высоким уровнем юзабилити и очень часто кстати именно на сайте человек может оформить заказ без лишних телодвижений и не общаясь больше ни с кем в то время как в соц сетях как правило нужно кому-то писать для того чтобы оформить тот или иной заказ а для многих людей это может быть важным критерием ну а какие же аргументы против во-первых сайт долго и дорого продвигать и особенно если вы в этом не разбираетесь конечно есть много инструментов это и контекстная и баннерная реклама и seo и также возможность рекламы в тех же соц сетях и также может быть сложно понять управлением сайтом конструкторами cms коми их возможностями и фишечками на это может потребоваться время а теперь поговорим про аргументы за соц сети и первый аргумент это то что в соц сети очень легко выйти со своим товаром особенно если у вас бизнес ориентирован на b2c вам нужно всего лишь иметь товар в наличии а также возможность сделать фото контент и писать тексты конечно в соц сетях есть возможность быстро получить своих подписчиков потенциальных клиентов да это будет не бесплатно чтобы собрать свою аудиторию иногда потребуется потратить некоторые финансы однако достаточно угадать с микроблогером например инфлюенсером заказать у него рекламу и получить сотни а то и тысячи всевозможных заказов важность соц сетей для сайта я думаю это просто огромнейшая и многие вот допустим меня до сих пор спрашивают помогать ли социалки при продвижении сайтов конечно помогают в основном это не прямое ранжирование конечно google не сканирует не проверяет контент социал как ссылки не работают но это важно для того чтобы доказать что вы реальный более 70 процентов людей прежде чем купить товар они проверяют вас к ваш контент социал как потому что в интернете много обмана более 100 миллиардов долларов в год обмана поэтому многие не хотят попасться на обман если они вас не знают они перейдут вашу социалку и посмотрит реальный вы или живой то есть если у вас аудитория постоянно ли вы постите контент и это доказывает что вы действительно продвигаетесь поэтому мы продвигаем наш youtube канал мы активны в фейсбуке если взять допустим наш англоязычный сегмент там в основном все внимание в линкдине мы постоянно постим какой-то классный полезный контент и это доказательство того что мы живые мы реальные что мы знаем нашу тему что мы не однодневки и сегодня google анализирует такие параметры как your money your life то есть ваша жизнь ваши деньги для чего это делается потому что люди на это обращать внимание им надо доверие надо чтобы пробудили это доверие для этого и необходимы социалки ну и конечно вы можете получать свою аудиторию через таргетированную рекламу и вполне себе за 100 долларов можно получить себе одну-две тысячи живых подписчиков ну и конечно в соцсетях гораздо проще получить отзыв да конечно люди по своей натуре чаще оставляют негативные отзывы однако именно в соцсетях если ваш товар продукт услуга понравилась покупателю пользователя он скорее всего расскажет об этом поделится в комментарии на вашей странице на своей странице или же в истории а вы соответственно сможете репостнуть но какие же существуют минусы во-первых конечно же это высочайшая конкуренция в инстаграме в фейсбуке вконтакте полно групп которые предлагают подобные похожие товары а иногда идентичны которые в принципе используются для одних и тех же целей разница может быть всего лишь в цене к примеру и поэтому если у вас нет основ маркетинга вы не знаете как продавать товар или услугу и знаете как лучше ее подать то скорее всего выиграть такую битву за пользователя вам будет достаточно сложно конечно же время вам нужно потратить немало времени на создание качественного контента это и фотографии которые должны быть очень качественные и красивые также не не должны быть обычными банальными и шаблонными конечно вам этот контент нужно постоянно пополнять ввести это и stories и возможно прямые эфиры то есть над контентом придется заморочиться ну и конечно еще ваши менеджеры которые будут общаться с потенциальными клиентами очень вежливо когда те захотят задать какой-либо вопрос да или же купить у вас товар или услугу ну и конечно алгоритмы соцсети не всегда работают вам на пользу иногда случается так что почти 50 процентов вашего контента к примеру не увидят почти большая часть ваших подписчиков и хэштеги даже здесь могут не работать ну и конечно это то что продавать услуги b2b здесь практически невозможно потому что их никто не ищет в соцсетях так что же лучше в обоих случаях и сайт и соцсети они потребуют и времени и трат но в любом случае и тот и тот канал можно развивать так чтобы получать и доход и подписчиков и потенциальных клиентов если у вас бизнес который хорошо себя чувствует в соцсетях рекомендуем начать именно с него посмотреть как пойдет а уже дальше подключать сайт соцсети идеально подойдут для самого старта для самого начала а также для небольших компаний которые не планируют сильно в ближайшее время масштабироваться ну а если у вас долгосрочные перспективы и виды на бизнес то конечно лучше всего обзавестись своим собственным сайтом и подкрепить его своей собственной группой в социальной сети ведь именно так поступают ведущие мировые компании поделитесь в комментариях своим опытом ведения соцсетей с чего вы начали свой бизнес со странички в соцсети или же с сайта на чем сейчас вы делаете основной упор ну конечно же задавайте свои вопросы в комментариях не забывайте подписываться на наш канал а также вступайте в нашу телеграм-группу подписывайтесь и прослушивайте наши аудио подкасты а также подписывайтесь на наш instagram аккаунт и удачных вам продаж